всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 21 марта вот сейчас я пришла проверить ну не сейчас я уже была здесь утром и проверить как томаты пережили холодную ночь и хочу поделиться с вами своим впечатлением как всегда когда я говорила что синоптики плюс минус там не очень точно у нас сегодня на ночь был прогноз минус 2 когда я пришла сюда в 9 утра температура была минус 5 за бортом это конечно большая разница минус 2 или минус 5 минус 2 обогреватели хорошо при минус 2 уйди надюша надюша добралась и до этих томатов при минус 2 еще более-менее здесь температура а при минус 5 я сегодня зашла и увидела посмотрела вот на этот термометр сейчас я дотянусь вот сейчас здесь 17 18 градусов было два градуса два градуса это конечно уже такая вот такой предел критический ниже опуска ниже если бы она опустилась то было бы плохо но так как это уже было утро и температура шла на повышение я сильно не испугалась все оставила так как есть и понемножку солнце начало выходить согреваться но у меня появилась прекрасная возможность показать вам как перенесли вот это вот очень резкое похолодание томаты мои рассада потому что смотрите вчера было 25 а ночью 2 для них это как бы для растения это можно даже сказать холодовой стресс вот в таких случаях я обычно их опрыскиваю эпином и хочу заметить что перед выноской когда меняете очень резко температуру то у меня же было 25 дома а сюда вынесла представьте здесь ночью приближается к нулю и вот перед этим хорошо бы сделать опрыскивание вот этими вот стимуляторами регуляторами роста такими как эпин я сегодня утром сделала опрыскивание вечером еще раз побрызгаю их но я отвлеклась вот эта прекрасная возможность посмотреть как сорта переносит вот этот резкий перепад температуры это очень большой перепад но вы понимаете с 25 до 2 градусов опускается 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 и вот я сейчас наблюдаю прошлась придам конечно те сорта которые морозостойкие они и должны это все выносить на них нет ни малейших изменений вот это ренет данном случае это ренет он и скороспелый он и морозостойкий он даже если бы у него вот эти листики как подмерзли они как ошпариваются сначала делаются как прозрачными а потом чернеют и отваливаются это было уже когда на улице высаживаешь они потом если даже все листья у него замерзают он потом обрастает и он догоняет опять тех же которые посажены с ними в один день вот ренет никаких изменений нет никаких изменений нет на это тоже ренет москвич никаких изменений нет потом никаких изменений нет сибирский скороспелый как вы поняли те сорта которые специально выведены вот для таких для холодных регионов для выращивания в экстремальных условиях для них два градуса они ну наверное как 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 за здрасте и очень удивил меня еще новый сорт я нынче первый раз его высаживала чудо лентяя я сейчас смотрела про него информацию там написано что он тоже штамбовый что он неприхотливый все у него тоже несмотря на то что у него листья не такие как не сильно толстые мясистые но он стоит вообще никакого изменения что теперь был при температуре близкой к нулю но почему-то по-другому показали себя сейчас подвинемся дальше буяны вот у меня видите буян желтый буян красный ничего с ними конечно не будет я их вечером еще опрыскаю ничего страшного потому что когда высаживаешь в открытый грунт такое часто бывает но видите как они немножко как паникли это конечно не критично все это отойдет но я уже вижу что из всех сортов они почему-то получились самыми нежными и и еще сейчас дойдем дальше так ничего не стало ультра скороспелы в уму но паник еще вот смотрите вот он розовый сибирский тигр который американец американцу конечно такая температура наверно не понравилось но тоже ничего страшного с ним не случилось но он видно что паник и не очень ему это подходит так что можно сделать вывод вот еще раз почему я всегда для супер раннего урожая выбирая вот эти вот толстоногие с мясистыми листьями с толстыми стволами конечно и потому что они неприхотливые не вытягиваются в рассаде но еще одно очень хорошее достоинство что они вот эти периоды похолодания вспомните разведчик по кличке москвич который сидел здесь две ночи вообще в необогреваемой теплице конечно потому что они в периоды похолодания выглядят но не то что выглядят а переносят легче всего период похолодания и на них это вообще не сказывается никак и вот этот ряд вот сейчас я буду доделывать лунки весь первый ряд который от стены ну как первый от стены у меня будут только вот такие сорта я уже список составила в тетрадь написала сейчас приду доделывать лунки и прочитаю вам все все сорта которые по как по испытаниям по моим опытным путем я всегда их высаживаю туда в самый неблагоприятный вот этот вот участок который конечно там всего холоднее будет им Надюша уйди прочитаю вам все сорта расскажу почему я выбрала именно их и сколько их у меня там будет вот помощница еще одна ну никуда от нее не деться все до свидания смотрите она лоснится как норка я ее откормила ее можно на шубы ой какая красавица Надюша ну покажи покажись хоть какая ты красивая Надя кс-кс-кс-кс когда-то принесли крошечного котеночка подкинули найденыша такого вот теперь у меня помощница на все лето хоть на цепочку привязывай все раскапывает везде старается какушку положить пошла-пошла Надя все до свидания скажи до свидания кс-кс-кс-кс-кс-кс все до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания